сегодня в видео стереотипы и идеалы кто и как прививает нам это с рождения например даже привязывают нам цвета как бы с чем это связано как это то есть в роддоме мальчиков заворачивают в голубой там в синий как называется этот конвертик девочек в розовый душесчипательные истории людей которые тянутся за идеалами при этом нанося себе ущерб и своему здоровью стоит ли вестись на провокации извне либо это навязанные стереотипы телевидением либо это фор на индустрия журнала вот такой его хочется накормить когда у него щечки его хочется красиво или же лучше оставаться самим собой самый лучший совет будьте собой занимайтесь творчеством читайте книги занимайтесь спортом и все ваше тело это ваше тело и она под вас само подстроиться главное себя принять я очень часто натыкаюсь в интернете на статьи где девушкам и парням прибивают какие-то стандарты которые делают типу идеальными как вот у нас идеал где у нас 60 90 и кто анорексией болеет кто комплексует кто себя режет кто ложится под нож хирургу то есть нахренать стандарты то в какой бы ты тушке не жил как бы тебе не было удобно это все равно прекрасно типа как за отмену стандартов идеальный вес твой идеальные параметры твои ты прекрасно пошли все к черту так начиналась съемка сегодняшнего видео солистка настя из группы бомбарда предложила нам поговорить об очень важной теме в нашем мире стереотипах и идеалах так как очень большое количество людей страдает из-за привязывания им идеалов которых они хотят добиться да по каким-то причинам не могут этого сделать очень часто слышу о девушек что они некрасивые там что они не идеальные и причем эта тема они как правило молчат но ее можно было поднять потому что реально у нас очень много людей закомплексованных это же вообще-то именно по этой причине сегодня мы решили снять видео на данную тему как относятся к стереотипам в россии как навязывают идеалы людям и какие последствия они могут внести в жизнь человека в этом нам сегодня и предстоит разобраться для этого в сегодняшнее видео я позвался листку группы бомбарда настю анастасия решкова и нашего частого гостя на канале артема и артем филимонов ребята уже с нетерпением ожидают съемку в сегодняшнем видео мы обсуждаем проблемы навязывания идеалов людям это правильно лежит опираясь на стереотипы и так ребята всем привет меня зовут играть проект сегодня у меня на съемках в видео как обычно артем более частый посетитель моего канала анастасия рыжкова солистка группы бомбарда сегодня как вы поняли по названию тема у нас трепещущая у нас всегда душевные тяжелые до душевные темы будут касаться людей которые тянутся за идеалами при этом нанося себе ущерб ущерб и своему здоровью вы никогда не задумывались что с самого вашего рождения социум предлагает вам какие-либо рамки если вы в них не вписываетесь вы никто и ничто либо ты совсем либо не не с кем но даже если вот взять детство тут много историй много истории но вот например даже не знаю правильно я привожу сейчас пример или нет например даже привязывают нам цвета девочка как вы считаете как вы с чем это связано как это то есть в роддоме мальчиков заворачивают в голубой там в синий как это называется этот конвертик девочек в розовый мальчикам нельзя надевать кофточки там с лошадками это девочки кофточки с недвижатками мальчики даже животные как задать но миллион же примеров когда девочки играют солдатиков кстати средневековья раньше мужской цвет был розовым а женский голубым неизвестно то есть почему все так почему а еще каблуки и платья придумали тоже для мужчин для мясников каблуки а на сапогах же но не такие шпильки шпильки это уже тоже современную блин и сейчас на самом деле шпильки придумали еще время обозначались короче тот кто носил обувь на шпильках это были девушки непристойной профессии ну сейчас настолько мир современный что и мужчины могут надевать эту женскую одежду там кстати европа в этом сделал очень большой прорыв не знаю как у нас в россии матушки таких никто не любит и не принимает потому что у нас запрещено все дело в том что да у нас немножко такой переломный момент государства был когда распалась ссср и люди еще пока что не челись вообще что происходит люди зацелили внимание на внешнем виде до сих пор все боятся что они скажут прохожие так и строится вот эти идеалы которые чаще всего ложные откуда идут идеалы идеалы придуманные села идеалы лица там параметры там не знаю правильный тембр голоса вплоть до этого все доходит что если у девушки сороковой размер ноги значит ну это как бы это аномалия это не норма до девушка скоро это не это не девушка уже все то есть откуда как вы думаете вообще все это пришло быть явно у него есть корни издавна почему-то выбрались идеальные параметры хотя бы вот раньше вот в 90-е годы 80-е в наше время это 90 60 90 но давайте-ка вспомним 60 50-е годы когда была марлин монро она не была стройняшкой но она была секс иконы до сих пор и остается как бы как как и получилось а вот так то вот вышла из параметра но это у девушек 90 90 а вот мужчин например должны быть накачаны там прессы о дебилдинг да причем не обязательно умственно развиваться есть совсем недавно считался чем как недавно уже года два откуда вообще пришел идеал мужского тела греции он пришел ну греция ладно там не в своей истории в современный мир чаще всего люк женщины в первую очередь все это видят либо это навязанные стереотипы телевидением либо это порноиндустрия в общем то как и взял женского тела я не знаю например если ты как бы пухленький но девушка даже пухленько когда вот это как ребеночек когда он вот такой его хочется накормить когда у него щечки его хочется плачу а если человек считает себя привлекательным и хорошо себя чувствует в этом деле то значит он достиг он себя принял достиг этой точки когда он может комфортно жить и забить на все что ему говорят что он неправильный что что-то ему мешает жить нас девочек почему-то воспитывают все время неуверенными в себе боже упаси если я в детстве при своей матери посмотрю зеркало и скажу что я красивая правда и когда мы просто вот так зазнаешь да это значит эти поговорки да там но не сглась там ты что-то тут фу не надо говорить а то сейчас ты что там кривое зеркало не смотри вот это было как бы мам как я выгляжу нормально если что-то не так она не сразу говорить на если выгляжу достаточно хорошо сойдет как бы люди говорят что надо своим детям говорить санясти меня красивая тогда или ты меня красиво там ты все сможешь тогда человек уже сможет и в будущем добиться чего он хочет надо в ребенка закладывать любовь к себе любовь к себе сам что чаще всего так делают родители которые стали вот этого свойства любить себя и они делают детей закомплексованных неуверенных себе личности и такая цепная реакция поэтому это нужно убирать потому что сегодня вы сказали что не похвалили своего ребенка но зато поругали его за двойку по математике но не похвалили за то что он красиво хорошо выступил на каком концерте но он запомнил то что вы его поругали не то что вы но это свойственно у нас почему-то такое поколение вот тоже девочек вот если нам говорят ты красивая ты как бы у тебя в одно ухо влетела в другое улетела ладно хорошо и да ладно а ну как только тебе скажешь что где-то в каком-то месте страшненькая это все это просто будешь до конца своей жизни помнить кто тебе это сказал что у тебя некрасивая и то есть ты будешь до конца жизни комплексовать и вот обсудив все важные проблемы сегодняшнего выпуска вот так что любовь к себе приводит к тому что вы просто счастливы живете не любовь к себе и не принятие себя приводит комплексом будем концовку снимать да мы решили снимать окончание этого видео что-то мы сегодня очень веселый после съемок вы не заметили следать тема серьезно серьезно потому что все не так страшно как мы думали вроде как трезвый но просто все не так страшно как мы думали вот правда все эти люди которые переживают о своей внешности приходит и уходит самый лучший совет ребят будьте собой занимайтесь творчеством читайте книги занимайтесь спортом и все ваше тело это ваше тело и она под вас само подстроиться главное себя принять всего можно добиться можно и потолстеть можно и накачаться и похудеть все в наших руках главное поставить цель до ставьте нам лайки подписывайтесь на группу бомбардов будет ссылка в описании подписывайтесь на мой канал если вы этого еще не сделали обязательно нажимайте на колокольчик он будет вам оповещать о том когда приходят мои новые видео ну а с вами был я игорь прайкс анастасия рыжкова и артем филимонов и всем до нового видео всем пока мир в ваш дом земляне будьте здравы бояре там вот голубь прошел это было классно потом это всты короче там чем-нибудь мы серьезно и короче говорим это будет вставляешь короче голубь проходит нормально